И последнее в жизни каждого есть много моментов, которые хочется запечатлеть. Но, к сожалению, искусство художественной фотографии постепенно уходит в прошлое. Сегодня в моде селфи. Телефон с фотокамерой, нажатие кнопки и свое необычное фото можно выложить в интернет. В погоне за лайками любители часто забывают об опасности. И тогда селфи становится игрой со смертью. Марина Крутихина продолжит. Мода фотографировать самого себя вспыхнула после 2010 года. Многие люди в погоне за удачным кадром не задумываются даже о собственной безопасности. Если вред в селфи и не болезнь лето, постоянно выкладывать свое лицо в интернет. На вид даже обычная фотография может закончиться бедой. Минувшей весной горожане города Ленска с возмущением обсуждали фотографии несовершеннолетних детей, которые фотографировали друг друга на крыше многоэтажного дома, сидя на самом краю. Хорошо, что эта фотосессия закончилась без последствий для здоровья и жизни. Желание сделать удачное фото там, где никто не бывал, полностью отключает инстинкт самосохранения. Как правило, здесь несколько причин может быть. Одно из – это адреналиновая зависимость, свойственная в подростковом возрасте. Это было всегда. Раньше начиналось с мотоцикла, потом были мопеды, потом какие-то граффити, паркур. Сейчас такой вот вид. Вторая причина – это может быть просто особенности подростковой психики. Желание самоутвердиться, желание жить по максимуму, желание быть непохожим на других. То есть какой-то чрезмерный максимализм. Психологи говорят, салфомания – такая же зависимость, как и наркомания. Процентные показатели зависимости от социальных сетей зашкаливают. Всё дело в отсутствии адекватной самооценки. Человек, не получающий в реальной жизни необходимую долю общения, заменяет реальных друзей виртуальными. Чем удержать внимание новых знакомых? Конечно, фотографиями. Растущие лайки только подливают масло в огонь. Человек становится зависимым от собственной популярности и чужого мнения в считанные секунды. Развивается психологический комплекс. Как вылечить салфизависимость? Практика показывает, что жёсткие запреты и нарекания бесполезны. Необходимо обратиться к психологу или психотерапевту. А чтобы на крышах многоэтажек никто не собирался, управляющим компаниям надо просто следить за замками на чердаках домов, которые хоть и не исключают стопроцентного проникновения, но остаются препятствиям на рискованном пути. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».